Меня очень интересует Ваша точка зрения, как человека, который был по разной стороны баррикады, который и руководил средствами массовой информации, и контролировал средства массовой информации, и сейчас контролирует. Как быть с разного рода этическими нормами? Действительно не знаю сам ответ на этот вопрос. Вот, допустим, сейчас обсуждается недух, который сразил Жанну Фриске. Вопрос, показывать или не показывать. С одной стороны, существует интерес к персоне, тема онкологии, она очень близка людям, потому что мы все под этим ходим. Это дом около вечи, который над всеми висит. То есть интерес к этому есть. С другой стороны, есть элемент вонмущения, что красивую женщину, секс-символ нашей попсы, которую мы все знаем, сейчас видят в таком виде, ну, не самым привлекательным. Показывать или не показывать? Здесь есть два аспекта проблемы. В том числе, многое зависит еще и от самого человека. Потому что я знаю целый ряд людей, в том числе это касается иностранных звезд, и мы знаем эти случаи. А можно конкретные случаи? Ну, вы сейчас это сами вспомните. Когда у человека появляется та или иная болезнь, и человек наоборот, он идет, он рассказывает, что это у него есть, и этим он поддерживает тех людей, у которых тоже это есть. Потому что, когда известный человек успешно или мужественно, по крайней мере, борется с болезнью, он показывает пример другим, что надо бороться, что нельзя пускать руки, что болезнь, может быть, удастся победить. И это вселяет в других людей надежду. То же самое, как это было и в отношении удаления молочных желез у Анджелины Джоли. Человек пошел на это, он стал, наоборот, к этому привлекать внимание и говорить об этом. Говорят, там была бизнес-составляющая, что у нее был контракт с производителями имплантов, и она на этом заработала. Вполне возможно. Есть еще один момент. Мы должны понимать, что, конечно, существуют правеси. С другой стороны, это не точка зрения моя как представитель регулятора, это моя личная точка зрения, которая пока никак не регулируется и не определяется теми правилами, которые есть. Когда человек занимает публичную позицию, когда человек привлекает к себе большое повышенное внимание, он должен понимать, что плата за популярность есть в том числе и ограничение его правеси. Потому что, знаете, попыткой некоторых наших людей оказаться в ситуации, что вот пускай хорошее все, то, что я хочу, обо мне говорят, и везде меня показывают, и цитируют, и про альбомы, и про фильмы, и про гастроли пишут. Вот здесь вот все хорошо, а про мои проблемы, про то, как я кого-то где-то обидел, где-то что-то нарушил, кого-то обматерил или упал мордой в салат на публичном приеме, это моя правеси. Вот так не получится. Потому что была в свое время замечательная фраза «нельзя быть немножко беременной». Вот нельзя здесь иметь правеси, а здесь не иметь. Если ты хочешь правеси, окей, но тогда это несколько другой образ жизни. Если ты звезда эстрады, не будет у тебя правеси. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».